Всем привет! Вы на канале Pennywise Play. Сегодня я буду показывать вам, как мы можем автоматизировать добычу руды в игре Myths of Empires. Итак, мы можем добывать руду просто с кучек на карте. То есть мы когда бегаем, мы можем видеть кучки медной руды или железной руды и собирать, соответственно, молоток. А также мы можем еще добывать на шахтах. Они отмечены на карте вот таким вот значком. Здесь неочищенная соль шахты и есть железо. То есть там, соответственно, охраняют это NPC. Вы можете либо сделать это по стелсу, либо перебить всех NPC и собрать уже в спокойном темпе. Или вы можете скрафтить рудник и автоматизировать это. Здесь мы открываем чертеж добычи руды. Для этого нам требуется 25 уровень. Мы прокачиваем себе 25 уровень. После этого мы сможем получить кирку, лопату, лозу, с помощью которой мы как раз и будем искать эти рудники. И, соответственно, сам простой рудник, на который мы будем устанавливать и автоматизировать эту добычу. Сейчас я покажу, как это делается. В общем, крафтите. И мы сейчас будем с вами вместе искать, где находится этот рудник, как его выкапывать и как устанавливать. Когда мы сейчас крафтим, мы берем быстрый доступ на быстрый доступ лозу и начинаем искать, соответственно, сам источник. Напоминает немного битву экстрасенсов, знаете, когда ходили вот с этими палочками. В общем, по мере того, как мы будем приближаться к источнику, у нас вот эта палочка будет загораться сначала желтым, она будет показывать направление потом красным, и когда дойдем, она начнет крутиться вокруг своей оси, значит, мы на месте. Там же будут другие действия. Я вам сейчас покажу, как именно мы искали. Все, когда лоза начинает вот так крутиться вокруг своей оси, нам нужно выполнить другие действия. Берем шахтерскую лопату и начинаем копать. Далее мы берем с собой кирочку, тоже устанавливаем на быстрый слот, и один раз долбаем. Все, этого достаточно. И теперь самое главное, нужно установить простой рудник. Устанавливается он автоматически. После того, как мы установили, мы должны привезти с вами раба. То есть, также глушим его и приводим к вот этому руднику. Он у нас будет с вами добывать как раз. И вот, наш новоиспеченный раб уже тут. Мы привели его к этому руднику. Сейчас мы будем заставлять его здесь работать. Подходим к руднику, зажимаем кнопку Е и выбираем. Простой рудник, работник, Джордж, конечно, он у нас согласен. Все, после этого начинает работать. Но для того, чтобы он работал, нужно добавить еду. Добавляем еду в рудник. Все, он начинает автоматически добывать. Потом заходим через какое-то время. Кстати, здесь можно выбирать, что именно вы хотите сначала добыть. Например, мы нашли здесь железо или соль. То есть, я выбрала железо, теперь мне будет добывать железо. Через какое-то время заходим и собираем все, что нам нужно. Тут уже собралось 9 железа. Я собираю железо. Главное, чтобы вот в одаренном войне вот в этом была еда. Чтобы наш с вами раб работал и добывал железо. То есть, вот так мы можем автоматизировать процесс. И, соответственно, просто подходить и забирать все, что нам нужно. Спасибо огромное всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Если остались какие-то вопросы или хотите что-то узнать по игре, пишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь. Всем добро пожаловать. Всем хорошего дня. И всем до встречи на следующем видео. Всем пока.